Тем временем служба безопасности Краснодарского аэропорта отмечает негативную тенденцию. Выросло число попыток кражи багажа. Данные транспортной полиции это подтверждают. В прошлом году воры похитили свыше 20 дорожных сумок и 4 за 2,5 месяца 2016-го. Зона риска, зала ожидания и прилета, а также пункты досмотра. Треть краж происходит во время получения багажа. Чаще всего воры забирают чужие вещи с ленты раздачи. Подобный инцидент произошел в Краснодаре. Пассажир украл багаж в общей сумме на 40 тысяч рублей. Задержали его по горячим следам. Закон ему грозит до 5 лет тюрьмы. Отмечу, что раскрываемость преступления в аэропорту 100% от ответственности не удалось уйти ни одному вору. Все потому, что воздушные ворота буквально напичканы видеокамерами. Они отслеживают все передвижения багажа. Поэтому упивать победы злоумышленник может не дольше получаса. Опытные правоохранители говорят, что воруют вещи не только на лентах, но и перед погрузкой в самолет. Кражи из багажа случаются чаще на бортах, которые прибывают из города Москвы. Но статистика вещь упрямная, но и двояка. Если говорить о том, сколько бортов предлетает в аэропорт Краснодар, то их, конечно же, из Москвы гораздо больше, чем из всех остальных аэропортов. Это основной аэропорт сообщения, это аэропорты Краснодара. Поэтому, в принципе, все, что у нас происходит, во многом связано с московскими аэропортами. Важный нюанс. Материальную ответственность за сохранность багажа аэропорт не несет. Поэтому все ценное нужно перевозить в ручной кладе. Практика показала, что чаще всего воры охотятся на компьютеры, дорогие телефоны, драгоценности и деликатесы. Порой искушению поддается не только криминальный элемент, но и работники аэропорта. Чтобы желание вскрыть чужую сумку не возникло, ее нужно упаковать в целлофан. В случае, когда багаж пропал с ленты выдачи, нужно обращаться к сотрудникам зоны прилета. А вопросы к сотрудникам зоны вылета адресуют, когда вы обнаружили пропажу личных вещей уже дома. Продолжение следует...